Докладов Всем привет! Сегодня мне выдалась возможность открывать нашу секцию докладов. Конечно же, я немножко волнуюсь, поэтому попрошу вас еще раз поблагодарить наших организаторов и замечательных ведущих аплодисментами. Спасибо. Собственно, меня зовут Андрей. Я айтишник из солнечного города Тольятти на реке Волга. Если есть земляки, буду рад познакомиться лично. И мечту своей Лилии с детства стать классным специалистом. Стал архитектором в БСС, ОСС и ЕКОМИ. И, собственно, последние 7 лет этим занимаюсь. И сейчас веду архитектурные практики в Яндекс.Плюс. И сегодня как раз-таки мы поговорим об одной из таких практик, которая помогает нам узнать о состоянии ваших систем, систематизировать тех долг, бэклог, сфокусироваться на важном. И по мере всего этого много чему научиться. Выровнять знания системного дизайна в командах. И в целом полезно провести время. И, конечно же, построить надежную опору здорового будущего ваших систем. Назвали мы эту практику архитектурный чекап. Но перед тем, как узнать подробнее, что же это такое, давайте немножко пофантазируем или пофилософствуем. Задумывались ли вы когда-нибудь, насколько информационные системы и человеческий организм похожи? Да. Ведь и там, и тут есть органы, наши компоненты, сервисы. Есть различные системы, кровеносная, транспортная. Это наши очереди, брокеры, топики. Есть даже интерфейсы, чтобы системы могли взаимодействовать друг с другом. Ну и мы знаем, что да, человек иногда может плохо себя чувствовать, приболеть. И на самом деле с системами точно так же. То у микросервиса где-то кольнуло на графике, то CPU перегрелся и его судорожно лихоразит. А может быть и в BD затор запросы не проходят, и в результате весь фронт обсыпало пятисотками, не знаю, что с этим делать. Но есть одно исключение, что наши системы, они не смогут просто так сообщить о том, какое у нее состояние. Да, у нас есть метрики, логи, но это не совсем то. Это лишь отдельные симптомы, поэтому нам необходим какой-то комплексный подход. И если в медицине у нас такая история есть, то может быть попробовать применять аналогично и к информационным системам. И на самом деле здесь приходит прямая аналогия. В медицине у нас есть медицинский осмотр или от английского medical check-up. А в архитектуре, конечно, мы такое обычно не услышим. У нас есть более строгий формальный термин, который называется аудит. Но согласитесь, да, звучит он немножко страшно. И наши пациенты могут испугаться, разбежаться, спрятаться под стол. А без них результата мы не получим. Поэтому давайте попробуем сегодня объединить одно с другим. И потом получим архитектурный осмотр или архитектурный check-up. И на этом совпадения не заканчиваются. Давайте посмотрим на термины. И здесь и там есть доктор или эксперт, который, собственно, знакомится с пациентом, узнает, что у него и как, ведет его карточку, проводит анализы и выставляет какой-то диагноз, выписывает таблетки и так далее. Пациентами же будут наши с вами любимые системы, которые мы растим, холим, лелеем, как детей. Собственно, боимся, что они могут упасть, заплакать, накричать в алерты. Ну и, соответственно, системы, они же сами себя не приведут на такой осмотр. Рядом с ними есть некий ответственный, который за ручку ее приведет к доктору, ну для того, чтобы узнать, как у нее дела. Это наши организации, команды, руководители. И за всем этим сверху может приглядывать и устанавливать правила некий Минздрав, ну и в нашем случае архитектурный или технологический комитет. Теперь давайте подумаем, зачем нам вообще все это надо, зачем нам нужен архитектурный чекап? Собственно, в первую очередь, чтобы узнать комплексное состояние систем, под систем, и получить мнение с разных точек зрения, как, например, терапевт может по каким-то симптомам предположить, что у пациента бронхит, а потом на анализах действительно это подтвердится, так и архитектор может заподозрить, что есть нестандартная конфигурация брокера или его использования, а потом на профилировании обнаружить, что да, есть, допустим, бутылочное горлышко. И когда у нас есть полная картина перед глазами, мы можем отделить общие проблемы, которые связаны со всеми системами, которые мы аудируем, так и частные, которые специфичны отдельным модулям. И даже можно предотвратить целые эпидемии, например, когда у нас все команды внезапно перестают писать документацию, или влоги начинается какая-то фигня сыпаться. И, соответственно, за счет того, что у нас есть комплексная картинка, мы можем, как и в медицине, вначале сфокусироваться на чем-то важном, а потом уже смотреть на косвенные другие признаки и, собственно, использовать наши ресурсы более эффективно. Ну и еще один приятный бонус, что поскольку, как и человек, когда проходит осмотр, узнает о том, как работает его организм, как на него воздействуют внешние факторы, так и наши команды разработки, общаясь на данных мероприятиях, они смогут повысить, собственно, знания, уровень системного дизайна, то есть прокачаться. И все это, безусловно, скажется на качестве наших систем. Конечно, в IT у нас пока нету комплексной такой статистики о том, как аудит влияет на качество, но по медицине мы уже имеем хорошие показатели, так, может быть, и здесь это в скором времени появится. Давайте теперь подумаем, как вообще его можно провести. Способов несколько. Есть, ну, можно назвать его формальный или стандартизированный по тага, в закману, по каким-то гостам, если ваша система того требует. Но, скорее всего, это будет, во-первых, сложно, во-вторых, дорого и долго. Поэтому и потребует достаточно узкой специфики как от команд, собственно, экспертов, так и от самих систем, которые мы аудируем. Поэтому есть более простой, быстрый способ, который как раз-таки мы сегодня посмотрим, неформальный или экспертный опрос и анализ, который провести может, в принципе, каждый у себя в команде. Также какой аудит без автоматизации в 21 веке. У нас есть классные системы, статические, динамические анализаторы, коды, логов, метрик, безопасности. Все это мы, конечно же, можем сюда применить. Ну, единственное, что необязательно делать это сразу, потому что, естественно, это потребует определенных усилий, поэтому мы можем это внедрить впоследствии. И более того, почему бы нам не комбинировать все практики, брать лучшее из каждой, и тогда мы действительно получим классный результат. Давайте теперь вспомним, как вообще проходит типовой медицинский осмотр. Сначала мы, скорее всего, ищем клинику или врача, пытаемся найти классного специалиста, приходим к нему, он нас опрашивает, ну, либо тех, кто с нами, составляет некий анамнез, находит там карточку, по нашим симптомам выписывает, возможно, список анализов, которые нужно пройти или исследований. Далее мы бегаем по кабинетам, все это сдаем, доктор смотрит на результаты, ставит диагноз, согласно тому, что увидит, выписывает лечение и далее контролирует состояние. Ну, такая вот цепочка у нас получилась. И у нас то же самое. Также сначала мы хотим определить доктора, специалиста с большим опытом, который работал с разными типами систем, типами архитектур, у которого достаточно хорошие коммуникативные навыки, желательно, чтобы был опыт проведения аудита, понимания безопасности и так далее. Обычно это архитектор, но, по сути, это может быть и заведующей клиники, если найдет время между созвонами, то есть наши руководители, сетево, либо даже ведущие специалисты, аналитики, разработчики, если они готовы к такому мероприятию. И, конечно, есть организации, которые проводят аудит в других организациях, на этом специализируются, но тут уже зависит от того, насколько ваши NDA, устав позволяет запустить чужие руки под капот вашей системы. Ну и плюс эффективность от аутсорсной работы может быть ниже. Об этом я тоже чуть позже расскажу. Вот мы определили доктора, допустим, выбрали архитектора, который будет этим заниматься. Сначала ему нужно отыскать карточку пациента. На моей памяти в поликлиниках ты приходишь в регистратуру, там стоят стеллажи, и твою карточку пытаются полчаса найти. Ну, на моей практике пару раз ее даже теряли. Конечно, сейчас все цифровизировано, поэтому тут с этим проблем, скорее всего, не будет. Если у команд есть логи, метрики, конфигурации, все это можно посмотреть самостоятельно, ознакомиться, понять, что за система, так сказать, погрузиться в контекст. Ну и, конечно же, куда без общения. Обязательно нужно пообщаться с ключевыми игроками, лидами, разработчиками, тестировщиками, чтобы узнать, что где болит. Именно они нам в первую очередь подсветят те первичные симптомы, признаки, на которые впоследствии доктор обратит внимание. Ну и после того, как есть первичный анамнез, надо понять, что важно, а что нет, отделить, так сказать, и сконцентрироваться, сфокусироваться на том, что действительно критично, и составить определенный список анализов. Ну, в нашем случае свойств, которые мы будем оценивать при проведении чекапа. В среднем свойств будет порядка 25, в зависимости, конечно, от масштаба системы. Их можно сгруппировать по направлениям, например, масштабируемость, отказоустойчивость, безопасность. Также мы можем поставить им уровень важности. Одни свойства будут более критичны для выполнения. Например, мы решили, что все команды обязательно должны добавить трассировку к своим системам. Значит, мы ставим самый высокий уровень важности. Ну и помимо важности мы можем определить вес. Здесь на экране есть QR-код, можете его отсканировать, и по нему будет доступна табличка, где как раз-таки выбраны, скажем так, обобщенные свойства с комментариями, с примерами. Там уже есть как раз пример сравнения команд. Она вам значительно поможет в начальных этапах подготовки к такому мероприятию. Соответственно, да, можем проставить помимо важности веса, чтобы понять, какое свойство имеет большую ценность, и его выполнение будет больше влиять на конечный результат. Ну и также желательно, чтобы командам было проще понять вообще, как оценивать то или иное свойство, следует подготовить примеры. Ну, хотя бы краткие заметки, как вообще можно ответить на данный вопрос. Ну и если у вас есть такая возможность, то составленный список, который вы адаптировали под свою систему, можно согласовать с комитетом, если, конечно, ваша организационная структура позволяет. Потому что у комитета может быть шире взгляд на то, что происходит, и, возможно, они попросят сконцентрировать внимание на отдельных свойствах. Табличка вот в упрощенном виде может выглядеть примерно так. Здесь нет группировок по направлениям, есть только важность. Самые первые, допустим, в нашем примере самые важные. Есть у свойств веса. То есть, например, мы видим, что покрытие и достаточность метрик имеет меньшую значимость, чем аутентификация сервисов при взаимодействии друг с другом. В принципе, можете тоже ее сфоткать, если не хотите читать большую таблицу. Далее. Когда у нас есть данный список свойств, мы его приносим командам, они его изучают и бегут обследоваться. Ну, конечно, в нашем случае бежать никуда не надо, и не только благодаря зуму и удаленке. Архитектор встречается с командами, следами, вводит их в курс дела, что мы вообще собираемся делать, пытается это до них донести. Ну и далее, соответственно, у нас есть два пути. Мы можем отдать это все на самостоятельное прохождение, но здесь есть нюанс, что в команде может не хватать экспертности, компетенции или даже честности, чтобы по всем пунктам ответить правильно. Ну, точнее, не правильно, а так, как на самом деле. Поэтому есть второй путь, когда архитектор назначает встречи с командами, и на самом деле встреча будет на обычную такую скрам-команду, которая, соответственно, занимается определенной частью задач бизнеса. будет достаточно двух-трех часов навстречу, на которой можно и составить компонентную диаграмму. Мы, допустим, используем формат C4. Если еще с ним не знакомы, обязательно попробуйте. Очень классная, удобная тема. Также по каждому пункту из списка, ну, допустим, если у нас 25 свойств, мы за это время, скорее всего, успеем пройти, заглянуть в код, в логи, в метрики. Все довольно-таки хорошо осмотреть. И, конечно же, чтобы пациент, ну, или его команда знали вообще, что им отвечать, на что им акцентировать внимание архитектору, ну, либо нашему специалисту, важно задавать наводящие вопросы. Потому что люди иногда, ну, действительно, даже не знают, что им ответить. Обязательно нужно спрашивать. И все это мы вносим в табличку. В результате мы получаем определенный список, и наш доктор идет осматривать, изучать результаты. Он проходится по каждому пункту и может дополнительно на основе комментариев, на основе оценки, которую мы дали на встрече, может дать более точную оценку. Например, от 1 до 5. Для тех свойств, которые совсем не выполняются, будет, допустим, единица, а которые выполняются практически полностью, там, четверка, ну, или пятерка. Соответственно, когда у нас есть таблички, мы можем построить по ним красивые графики и, допустим, сравнить выполнимость определенного свойства среди всех команд. Или, допустим, сравнить команды между собой. И тогда мы увидим, что в какой-то команде ситуация лучше, в какой-то похуже. Ну и, конечно же, мы увидим, допустим, если среди всех команд у нас есть одна и та же проблема, то это, скорее всего, какая-то общая история и, возможно, следует ее решать тоже централизованным способом, не пытаясь там каждую команду отдельно направить в нужное русло. Ну и, конечно же, необходимо завести задачки, в идеале построить дэшборды, все залепить метками и тегами, чтобы с этим было потом удобно работать. Таким образом, мы все систематизировали, систематизировали, структурировали. Ну, то есть, табличка будет выглядеть примерно так. Мы проставили навстречу простую оценку плюс, минус, либо плюс-минус, в зависимости от выполнимости свойства. Дали комментарий. Ну, конечно, на слайд они бы не влезли, поэтому здесь есть просто оценка. И там, где у нас, допустим, свойства выполняются частично, то оценка будет там 2, 3, 4, может, 1. И когда у нас… Да, еще один момент, то что какие-то свойства, они могут быть для одной подсистемы актуальны, а для другой нет. То есть, если мы сделали единую табличку и пытаемся сразу все команды оценить, то, возможно, у какой-то команды будет поменьше система, и для нее часть свойств могут быть неактуальны, а для другой команды наоборот. Соответственно, там, где что-то неактуально, мы можем поставить not applicable и идти дальше. И мы можем увидеть такую картинку. Например, здесь представлено среднее по первому уровню важности, то есть по тем свойствам, которые для нашей организации, для нашей системы, для нашего технического стека наиболее важны. И тут мы видим, что у нас, окей, все команды используют только внутренние репозитории, значит, это с безопасностью в этом плане все хорошо, а вот с частотой зависимости кода кажется проблемка. Возможно, там все переплетено, есть зависимости на легосе и так далее. Также мы можем сравнить разные команды друг с другом. Как в примере было, то, что первая команда, она в данном случае выполняет свойства похуже. Возможно, надо уделить ей больше внимания. В общем, с этим удобнее работать, когда есть визуализация. Ну и самое интересное, диагноз. В IT у нас нету диагнозов, как, например, есть в медицине. В медицине есть реестр МКБ. Но мы же можем пофантазировать, все мы креативные люди, и можем придумать что-то вроде этого. Ну, там, монолитоз, микросервитоз, визема звучит вполне по-медицински. Но давайте теперь вы попробуйте сделать то же самое, небольшой интерактивчик. Подумайте, можете выкликнуть, как бы вы назвали болезнь, когда события в брокере начинают отставать от графика, либо там все начинает в этом плане тормозить. Ну, в общем, недолго думая, я тоже пофантазировал и даже решил спросить у Яндекс.ГпТ, и получил что-то в духе этого. Ну, особенно понравилось, да, там, несабытоз, брокеросклероз, вообще звучит круто. Ну, конечно, мы такими диагнозами пока что не оперируем, хотя, может быть, со временем начнем. Что же делать дальше? Когда у нас есть диагноз, ну, или набор симптомов, да, с которыми мы пытаемся что-то сделать, их можно либо лечить точечно, то есть заниматься симптоматическим лечением, либо стараться устранить проблемы на корню. То есть, ну, более централизованно, сфокусированно и так далее. Но тут сразу надо отметить, что волшебной таблетки, как и со здоровьем, никакой не будет. Нам все равно придется приложить какое-то количество усилий, чтобы наши пациенты чувствовали себя хорошо. Рассмотрим на паре кейсов. Допустим, мы заметили при проведении аудита, что у нас есть в каком-то модуле частые сбои в системе. Да, мы могли бы добавить дополнительные обработчики ошибок, но при общении команды мы можем выяснить, что, оказывается, мы не можем действовать превентивно. То есть у нас нет нормальной системы мониторинга, наблюдаемости, и, возможно, следует ее внедрить. Либо, например, мы обнаружим, что система работает медленно с частыми задержками. Конечно, в простом варианте, если есть такая возможность, накидываем ресурсов, вертикально масштабируем, либо горизонтально. Но это, опять-таки, лишь на время, потому что начнется какая-нибудь критическая активность, взлетит трафик, и мы получим ту же самую болезнь. На самом деле, тут следует, вероятно, провести профилирование, возможно, оптимизировать архитектуру. Ну, таким образом, устранить там узкие места и улучшить качественно систему. Еще парочка примеров. Допустим, у нас сложно стало внедрять новые функции. Вместо того, чтобы расширять системы существующие, наши разработчики клепают микросервисы направо и налево, либо там добавляют новые модули. Наша система закрыта для расширения. Вместо, соответственно, того, чтобы искать какие-то обходные пути, мы можем перейти на модульную архитектуру микросервисную, ну, то есть более грамотно, качественно все пересмотреть, сделать определенные стандарты на уровне интеграции и договориться об определенной согласованности. Или, допустим, у нас не хватает документации тестов, у нас какая-то часть системы совсем ими не покрыта. Это происходит потому, что тестировщики тоже не понимают, что происходит. Все зарыто в коде. И надо что-то тоже с этим делать. Конечно, можно написать документацию постфактум, но, опять-таки, это увеличивает и time to market, и так далее, и качество тоже будет страдать. Возможно, стоит договориться и вести нормальный подход к введению документации на ранних этапах разработки. Ну и, возможно, возникнет вопрос, а вот из всего, что мы нашли, можно ли вообще вылечить всего на 100%? Ну, тут, на самом деле, как и со здоровьем, скорее всего, нет. Все равно будут какие-то недочеты. И бывает такое, что на корню устранять дорого, и наша команда не может это сделать. Поэтому, конечно, занимаемся как минимум симптоматическим лечением, направлено, сфокусировано на том, что в первую очередь важно, ну и двигаясь постепенно до самого низкого уровня важности. Конечно, важно помнить, что любая проблема, если долго заниматься чисто симптоматическим лечением, может превратиться в хроническую. Лекарства могут перестать помогать, организм может к ним адаптироваться, ну и тогда наши системки будут страдать чаще и чаще. Поэтому следует держать в голове о том, что проблему надо решать на корню. Ну и, конечно, когда мы со всем этим работаем, бывает такое, что какую-то проблему решить невозможно, и тут нужно общаться. Это не высечено на камне, это не приговор. Всегда нужно обсуждать. Коммуникации в нашей деятельности это очень важный элемент. И также бывает, что наша система может, например, видоизмениться, трансформироваться, она может быть разделена на более мелкие части, и какие-то свойства перестанут быть актуальны. Либо наоборот, наша система может вырасти, и для нее появятся новые свойства масштабируемости, безопасности и так далее. Может поменяться бизнес. Все это нужно обсуждать и актуализировать. Ну и, конечно, секрет здоровья, долголетия, регулярности и дисциплине. Как рекомендует Минздрав, проводите профилактику регулярно. И тут, на самом деле, очень классно, что этого не следует бояться, только первый осмотр, ну, по крайней мере, в случае с архитектурой систем, будет таким наиболее длительным. То есть нам надо подготовиться, табличку составить, свойства выбрать, со всеми пообщаться, войти в контекст. Ну, это занимает какое-то время. Но когда мы уже это сделали один раз, каждый последующий шаг будет становиться проще и быстрее, потому что нам надо лишь актуализировать. Конечно, могут быть ситуации, когда система становится резко больше, тогда для новых модулей надо будет тоже все это пройти. В зависимости от того, как быстро развивается ваша система, регулярность данного осмотра может быть как раз в квартал или раз в полгода. Если у вас система совсем не развивается, то, может быть, и одного раза в год будет достаточно. Ну, и на самом деле, почему бы нам, в принципе, не вести данный осмотр, данный чекап, как некий ритуал на уровне с Dev, Skills Review, Sec Review, ну и так далее. То есть с другими ревью, которые у нас уже регулярно происходят. Давайте делать архитектурный осмотр на регулярной основе. И все это будет нас постепенно двигать в определенное светлое здоровое будущее. Когда мы начинаем относиться к состоянию здоровья систем осознанно, когда мы видим и заранее можем действовать сфокусированно на том, что действительно важно, то это нам как раз-таки поможет сохранить и улучшить надежность, безопасность, сопровождаемость систем гораздо быстрее, потому что у нас все будет систематизировано. Ну и, конечно, наши команды будут в результате не хаотично метаться, пытаясь выбрать, какая же задача сейчас важнее. Они будут выполнять тех долг точечно, и в результате будем тратить меньше, скажем так, времени на то, чтобы решить ненужные задачки. То есть наши системы будут чувствовать себя лучше. Мы будем получать удовольствие от жизни, и самое главное, что наши пользователи будут рады, что в очередной раз при очередном обновлении ядра им не нужно бесконечно обновлять страницу, чтобы наконец-то загрузить картинку. Ну и за счет высвободившихся ресурсов у нас будет больше сил на то, чтобы реализовывать наши грандиозные планы. В общем-то, на этом у меня все. Еще раз можете забрать себе цельную табличку. В ней сравниваются несколько команд. Есть также бонусный инфраструктурный чекап, куда мы вынесли свойства, которые закрываются общей инфраструктурой, допустим, в рамках данного примера. Не бойтесь проводить осмотр, в этом принципе нет ничего страшного. Растите экспертность ваших команд, ведь когда они будут общаться с архитекторами и другими классными специалистами, они, безусловно, в будущем будут совершать меньше ошибок, и все это скажется на качестве ваших продуктов. Ну, на этом у меня все. Желаю вам и вашим системам отличного здоровья. Проходите чекап. Ну и спасибо. Встретимся на полянках. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин